Экс-министр здравоохранения Елжан Бертанов предложил убрать из Уголовного кодекса статью об ответственности для медработников в случае ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей. Сегодня врачебная ошибка, повлекшая смерть человека, грозит пятилетним тюремным заключением. Немало вопросов у бывшего чиновника вызывает и законопроект, по которому за врачебную халатность казахстанцам будут выплачивать материальный ущерб. Этот документ сейчас находится в стенах Сената парламента. Тему продолжит моя коллега Динара Нургалеева. Буквально на прошлой неделе мажоресмены приняли поправки в закон о здравоохранении. Одна из новелл касается выплат материальной компенсации за врачебную халатность. И чтобы не доводить каждый случай до суда, оценивать нанесенный вред пациенту будут независимые эксперты страховых компаний, говорят народные избранники. Были случаи, когда хирурги оставляли в теле пациента предметы медицинского назначения. Если пациент пострадал от рук врача, он будет получать компенсацию для дальнейшего лечения. Документ отправили на одобрение в Сенат. Тем временем отраслевой профсоюз работников медицины полагает, что в случае принятия этих поправок в медорганизации будет поступать большое количество обращений от граждан, желающих получить страховые выплаты, возможно, и с целью наживы, полагают эксперты. Возможно, здесь надо предусмотреть механизм, который был также прописан законодательно, что при выдаче уже страховой компенсации тот пациент не будет иметь претензий к медицинскому работнику. Также непонятен механизм ответственности медицинского работника, допустивший страховой случай. Как будет проводиться служебное расследование? Какое наказание понесет в медицинской работе? Говоря о наказании, медицинские работники настаивают на декриминализации некоторых уголовных статей. К примеру, с 2015 года усилена ответственность за смерть пациента по вине врача. Такой летальный случай грозит лишением свободы на срок до 5 лет. Поэтому бывший министр здравоохранения Ильжан Бертанов, а ныне советник отраслевого профсоюза КазакМед, предлагает рассматривать такие случаи в поле административных нарушений. Эта норма была. То есть Министерство здравоохранения предложило декриминализацию. Это очень действительно была правильная мера. Но, к сожалению, некоторые госорганы, в частности силовые ведомства, прокуратура, они были против. Что самое интересное, что правительство отказало от декриминализации. Этот вопрос актуален еще с 2020 года. Однако консенсуса по этой уголовной статье нет и в правительстве, считает Ильжан Бертанов. Возможно, на заметку эту поправку возьмут сенаторы, которым прежде необходимо разобраться с механизмом страховых выплат пациентам, пострадавшим из-за халатности врачей, говорят эксперты. Динара Нургалиева, Нуркенток Мурзин, Информбюро, Астана.